Привет, мои любимые! Сегодня уже конец июня, и поэтому я вам делаю видео, что мне нравилось в июне. Давайте начнём. Иногда я вам показываю такие вещи, что мне нравились, но их можно приобрести только в Израиле, и это очень жаль, но сегодня я вам покажу что-то. Что вы можете приобрести в каждом своём магазине возле дома, если вы живёте и в России, или в Украине. В Израиле их в обычных магазинах не найти. Эти маленькие штучки придают мне такую радость, что я вам не могу объяснить. Помидоры, патиссоны и огурчики. Я обожаю это, особенно патиссоны и помидоры. И эти огурчики самые вкусные, намного вкуснее, чем у нас в баночках такие огурцы и всё такое. Но эти помидоры, это просто моя любовь с самого детства, правда, это одна из вещей, которую я никогда не забуду. Всегда я любила помидоры, такие обожала их. И теперь мой парень нашёл рядом с нашим домом русский магазин. Я его искала 10 лет. Ну, шучу, я тут не живу 10 лет. Но я его так долго искала вообще в Тель-Авиве магазина русского, но супермаркета. И не нашла, но нашёл. Теперь мне каждый раз приносят такие мелочи. Кавьяр красный. Вы не можете найти в любом супермаркете в Израиле. Потому что в Израиле очень мало людей едят красный кавьяр или вообще кавьяр. Что поделать? В Израиле не любят селёдку. Но я обожаю кавьяр. Не знаю, какой смысл между ними, но я думаю, что вы найдёте этот смысл. И я вам говорила, что в последнее время у меня такая тоска, как будто бы по родине, но... Я не знаю, это тоска по детству, тоска... Ностальгическая тоска такая. Он принёс всякие штучки, вот эти вот печеньки. Он хотел что-то сделать, что принесёт мне такую радость, что... Мне принесли его жувачки, которые он мне выслал из Ибея. Ибея. Из Ибей, в общем. И Love Is, если вы не смотрели это видео, идите и смотрите его, потому что... Такой радости вы не увидите много. И потом он принёс мне домой это и сказал мне, я нашёл это, и я думала, может быть, это ты тоже кушала, когда ты была маленькая. Я очень обрадовалась. И сегодня он принёс мне вот это, Алёнка. И вот это, я вам скажу, правда, я не кушала, когда я была маленькая, но всегда у моей бабушки и дедушки тут в Израиле, когда я к ним прихожу, у них это есть. Так что он мне принёс такие штучки. И это меня очень радует. Правда, мне радует, что мой парень хочет узнать, ему интересно, какие мелочи я любила, когда я была маленькая, что я кушала. И вся эта культура, которая сейчас, она... Вы не можете посмотреть на меня и сказать, вот это вот такая и такая культура. Потому что я тут выросла, можно сказать, в Израиле. Но всё равно это в моём сердце, и я туда возвращаюсь назад теперь, и за мной возвращается мой парень. И это очень классно, и делает мне очень хорошо на сердце, что он меня так любит, что он хочет даже кушать мои печеньки, которые я кушала, которые сделали в Советском Союзе или не знаю где. Следующая вещь, что вы обязаны мне знать, это что я обожаю винтаж. Обожаю. Моё счастье, это то, что моя мама, она не любит выкидывать вещи. И пять лет назад, когда я узнала, что я люблю винтаж, то я открыла её шкафчик и вытащила оттуда вещи, которые я накупила перед тем, как я родилась. Но это самые красивые вещи на свете. Правда, они такие красивые, юбочки, блузочки, всякие штучки. И я у неё это забрала. Но теперь бабушка моего парня, она всегда мне дает всякие подарки, когда я туда прихожу. Платье, что на мне сейчас, это платье, которое вчера мне подарила бабушка моего парня. Да. Еминская бабушка моего парня, которая выросла в Израиле, подарила мне это платьишко. Я обожаю это платье. Я вам обязана сделать видео о всяких винтажных вещах, которые я вытащила из шкафа моей мамы. Или вытащила это из шкафа бабушки моего парня. Но не я вытащила, она сама вытащила, клянусь вам. И есть ещё вещи, которые я просто так купила на винтажном рынке и всё такое. Я обожаю это. Обожаю. Самые красивые вещи с огромной историей из-за этих. Романтические такие вещи, которые ты знаешь, что ты смотришь на неё, на эту вещь, и ты думаешь, интересно, какая у неё была жизнь. И что я ещё получила от бабушки моего парня? Это такая шкатулочка. Эта шкатулочка, это очень красивая шкатулочка, но дело не в ней, а в том, что в шкатулочке. Эта шкатулка, это такая коробка от сигаров. Сигары. Не знаю, что так в русском говорят. И тут всякие украшения, что она мне подарила. Это недорогие украшения, но очень красивые. Очень-очень красивые. Вот эти вот серёжечки, это одни из них. И я вам всё сейчас не буду показывать, потому что тут очень много украшений. Она мне уже подарила где-то 4 часиков, хоть у меня свои любимые, что мама мне подарила, они от Гуччи. Но я обожаю её часики, и я их меняю каждый день. И я очень люблю это. И, в общем, я сделаю вам видео о всех этих украшениях, потому что я сделаю вам отдельное видео о украшениях винтажных и отдельное видео о вещах винтажных, потому что я обязана это сделать для себя и для вас. Ещё одну вещь я вам покажу, тоже такую банальную. И вы, может, скажете, что она вам показывает, но я люблю вот такие баночки от Кока-Колы и всё такое. Может, это экологически не так уж хорошо, и, может быть, это не так уж хорошо экономически. Но я и мой парень... В последнее время мы очень много едим дома, потому что я такая хозяйка стала, и я варю, и всё такое. Но всё равно мы много не пьём таких газировочных вещей. И мы пьём воду, потому что это самое лучшее, пить воду. Но всё равно иногда у нас хочется колы или спрайта, или всякой такой ерунды плохой. И раньше я покупала бутылки, литр с половиной, и мы открывали это перед два стакана. Неделя это сидит в холодильнике, две недели, и потом у этого нету газа, и всё. Но теперь вот такие вот маленькие баночки, или не только такие баночки, просто это то, что у меня осталось дома. Но есть ещё баночки побольше, это тоже хорошо. Одна баночка... Вот такая баночка, это один стаканчик. Если ты пьёшь один, открываешь, высыпаешь, очень холодное это, высыпаешь это в стакан, и пьёшь. И всё, выкидываешь. И через неделю ты открываешь ещё баночку, если ты хочешь. В общем, когда хочешь, открываешь. Но это не портится. Я знаю, что это маленькое, и стоит это как бутылка почти. Но, не знаю, нам это нравится, и мы не пьём много таких, поэтому для нас это очень хороший вариант. Последняя вещь, о которой я вам расскажу, называется Bye Bye Lipstick. Теперь я пользуюсь только карандашиками. Я купила два новых карандаша. У меня несколько карандашей есть, но это самый новый, поэтому я вам их показываю. Один на моих губах сейчас. Он такой коричневый. Это от Soft Touch. У меня нет косметики от Soft Touch. Мне так жарко. Я могу вам сказать, что мне не нравилось в июне, это это жарища. Правда, я всегда говорила, я обожаю лето, обожаю лето, обожаю море. Но я на море уже не хожу с апреля, когда, как бы. И море у меня 30 секунд, я дома, я выхожу, поднимаюсь, и я на море. Но мне жарко, я не люблю. Сейчас я без кондиционера, чтобы не было звуков на камере. Я умираю. Умираю. В общем, я купила вот такие два карандашика. Один коричневый, один очень красный. Не знаю, если вы сможете увидеть. Я взяла эту идею у Кайли Женер. Я люблю кардашинов. 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 Не так ли говорят на русском? Кардашинов. Я знаю, что всегда говорили, а, мы у Куцых, а, мы у Фридманов, не знаю. Кардашинов. Нет? Кайли. Маленькая девочка, 16 лет. И вдруг все говорят, она увеличила свои губы. Но она не увеличила свои губы. Классическая операция. Она просто, как и я, предпочитает карандашики. То есть я, как и она. Потому что вы можете обвести это чуть-чуть больше, чем ваш размер губ. И никто не заметит этого. И после этого я люблю использовать Lip Maximizer от Dior. Мне нравится это использовать, даже если я делаю это чуть-чуть больше моей линии. Или точно по линии губ. Это сидит очень красиво. Это не смывается. И мой парень знает, что когда я использую липстик, ему нельзя меня целовать. А когда я использую карандашики, он может меня целовать. И, ну, и все, конечно, липстики есть такие от Мака, что они целующиеся. Если вам понравились мои помидорчики, то ставьте мне палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Я един, кто меня еще не знает. Скоро увидимся. Пока.